Привет, это Технозон и сегодня у нас на обзоре мини-компьютер B-Link L55 Столь ожидаемый мини-компьютер на рынке этих самых устройств Ну и почему он столь ожидаемый, давайте разбираться Начнем с того, что внутри этого самого мини-компьютера Мини-компьютер B-Link L55 это новинка 2019 года Построен на базе процессора Core i3 5 серии 5005U Это мобильный процессор 2 ГГц Также B-Link сюда поставил 8 ГБ, правда DDR3 памяти, но достаточно быстрой на 1600 МГц Ну и меня удивило то, что здесь внутри стоит 512 ГБ SSD диск M.2 стандарта, а это действительно недешево Из особенностей можно отметить то, что сюда внутрь можно поставить еще один SATA диск Что мы и сделаем на распаковке И по факту у нас будет внутри два SATA диска Один на 512 ГБ, другой на 240 ГБ И в общей сумме это какие-то невероятные 755 ГБ И это действительно круто Разбирается он просто Крепление у нас для второго диска под крышкой Все это будет видно действительно там же, опять же, на распаковке Давайте очень быстро пробежимся по тому, что у нас есть на бачках На бачках у нас есть кнопка питания Есть у нас 3.5 вход для наушников с микрофоном Есть USB 3.0 с постоянно включенным портом для зарядки внешних устройств Даже при выключенном устройстве Есть еще один USB 3.0 Куча диффузоров, охлаждение Охлаждение здесь действительно крутое Кстати, оно активное Я вам потом покажу, как оно выглядит Это полноценное ноутбучное охлаждение Есть у нас DC-in Также у нас есть еще два USB 3.0 Очень щедро USB 2.0 еще два штуки Дисплей порт, полноценный дисплей порт HDMI И это позволяет подключить два монитора Но вот куда зашла щедрость этого решения Это два LAN порта в 1000 Мбит И это интересно Кстати, очень быстрых LAN порта Тесты скорости дали в видео Я так понимаю, что это именно реализовано для хороших бизнес решений Почему? Потому что сюда можно подключить два разных провайдера И в зависимости от того, если у вас вдруг какой-то провайдер сбоит Либо пропадает интернет Это позволяет обеспечить бесперебойную работу этого компьютера в сети интернет Это очень действительно хорошо для бизнес решений Когда вы используете такой Beelink как терминал Либо используете его как какое-то презентационное оборудование Либо вообще используете как какую-то рабочую лошадку Для связи с какими-то базами данными В общем, действительно на нем можно обеспечить бесперебойность Из-за двух LAN портов Это удобно Также те, кто может считать, что это не полноценный компьютер А как и все мини-компьютеры, у которых есть eMMC хранилище И там вот Windows 10 поставили Какое-то непонятное и забыли про него То здесь полноценный Windows 10 Он активирован Это лицензия Это лицензионный Windows 10 К тому же вы можете сюда поставить вторую систему Здесь есть полноценный BIOS с UEFI И вы сюда можете вообще снести этот Не знаю, Windows 10 и поставить вообще другую операционную систему И можете вообще сюда поставить Linux Вообще все можно сюда поставить Короче, это полноценный компьютер форм-факта мини L55 шикарная штучка К тому же в ней есть достаточно неплохие мультимедийные возможности Вы можете смотреть фильмы Вы можете смотреть фильмы онлайн Вы можете смотреть торренты онлайн Вы можете смотреть IPTV через коди Да все что угодно можете И даже можно поиграть Поиграть, конечно, в такие игры Как типа Far Cry 5 Либо GTA 5 У вас не получится Здесь все-таки интегрированный Intel HD Graphics 5500 Но вот поиграть, например, в танки Правда на минималках Либо на максималках World of Tanks Blitz Либо в игры, которые оптимизированы Для именно таких устройств Из Microsoft Store Я вам тоже покажу такие примеры Они тоже все будут работать абсолютно идеально Для меня главное, что здесь очень хорошо идет Hearthstone Это, кстати, моя любимая игра Если кто не знает Ну и, конечно же, стоит отметить Что здесь есть модуль 5 ГГц Очень нечасто встретишь мини-компьютеры С хорошим модулем 5 ГГц Здесь 5 ГГц выдает стабильных 300 Мбит на загрузку Там 270-280 в серии тестов И на выгрузку показывает То же самое, порядка 240 Мбит И это все на 5 ГГцовом роутере С гигабитной линией Лан-порты, кстати, показывают стабильно 860 до 900 Мбит Тоже один из самых быстрых Лан-портов Так что не буду больше спойлерить Штучка действительно интересная Смотреть есть что Дальше будет распаковка Дальше будет обзор всех возможностей И мы с вами поковыряемся, что внутри Полазим Но перед тем, как перейти уже к обзору Вот этой вот самой классной штучки Я хочу вам сказать, что у нас на канале Разыгрывается огромное количество Ценных призов и подарков На данный момент это аж две акции Условия по сравнению под видео Это мы дарим 3 Yugus M6 Дарим видеокарту Крутую видеокарту AMD Radeon RX 590 на 8 ГБ 256-битную И еще она и Overclocking Edition И все условия все там же под видео Но даже если там уже нет Этих самых акций То поверьте, там есть акция не менее интересная Да и призы тоже не менее интересные Те, кто давно на канале уже видели Много разных призов Ну а также я советую вам нажать подписаться и колокольчик Чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры Вот таких вот интересных устройств Смарт-ТВ-боксов, программ, девайсов, гаджетов Модификаций Я могу много всего перечитать, что есть у меня на канале И это действительно очень круто Поэтому всех жду Ну и конечно же ссылки на разные магазины На этот самый Beelink L55 Самыми вкусными ценами Самыми проверенными поставщиками Я ложу в описании под видео Девайс действительно стоящий Ну а сейчас я говорю вам хава-банга, ребята Это же Бубульгум Поехали! Ну что, Beelink L55 Вот такой вот интересный мини-компьютер Скажу сразу Коробка невероятно тяжелая Давайте вскрывать Это чудо чудное Блин, неплохая коробка Та-дам! Так, ацессорис Это у нас Коробка была запечатана Но она должна была быть вот так вот Ошибка упаковщиков, наверное Ну посмотрим, что у нас здесь за дополнительные финтифлюшки Как они написали Слушайте, он большой Он большой и тяжелый Ладно, начнем распаковывать дополнительные штучки Итак, это у нас с вами блок питания Блок питания с универсальной вилкой Они под разный регион ложат отдельные вилки Очень удобно, кстати, скопировано с других производителей Но, наконец-то, и Беллин к этому пришли Все, у нас блок питания готов к работе 19 вольт Сколько там? 19 вольт 3 ампера Крутяк, пойдет Кабель Беллинг HDMI кабель Вот такая вот штучка Это заглушка Я так понимаю, отложим Пока непонятно, что это Есть кабель Еще один HDMI Коротенький Слушайте, ну вообще подумали о людях В том плане, что вы можете использовать HDMI длинный Если это, допустим, возле телевизора И коротенький Если вы его куда-то возле монитора разместили Круто, на самом деле круто Так, что это у нас? Это у нас SATA SATA Ну ладно, сейчас тоже посмотрим, что это такое Какие-то винтики И еще один SATA переходник Не знаю Сейчас будем разбираться Его надо достать как-то Та-дам Мы его достали Слушайте, у него soft-touch корпус Крутой Он матовый Слушайте, он не глянцевый Отпечатки не остаются Реально крутая штука В нем еще и по заявлению производителя Активный охлад Это интересно Вот это интересно Слушайте, здесь два LAN-порта По тысяче мегабит Реально, два LAN-порта То есть вы сюда можете подключить Два сетевых кабеля Зачем? Непонятно Ну ладно HDMI, кстати, дисплей-порт полноценный Мы его тоже проверим Есть у нас дисплей-порт кабель Два USB 3.0 В общем, надо рассматривать более детально Аж интересно стало Два USB 2.0 Два USB 3.0 Два LAN-порта по тысяче мегабит HDMI, дисплей-порт для подключения мониторов Весь покрыт диффузорами охлаждения Есть кнопка питания Что это такое? Непонятно Микрофон у нас заявлен? Вроде бы нет Микрофон не заявлен Но потом будем проверять, что это такое Есть USB 3.0 Еще два штучки Один с указанием молники Скорее всего, служит для зарядки устройств Вернее, он работает в выключенном состоянии самого компьютера Ну и, само собой, разъем 3.5 джек Для подключения наушников с микрофоном Слушайте, крутая штука Короче, нам получается Его нужно будет разбирать Для того, чтобы Это крепление Вот это вот крепление Я понял Все Я разобрался, что это такое То есть, это крепление сзади за монитор, например То есть, вот так вот это делается Вот Клац-клац И вы его на монитор подвесили И он так у вас работает Вот так вот как-то Слушайте Блин Интересная штукинция Что вот это вот за SATA переходники Не знаю Будем потом раскручивать Посмотрим Потому что стало интересно Что там есть внутри Давайте посмотрим инструкции Может быть здесь есть что-нибудь Так, есть карточки какие-то Есть User Manual Так, что у нас Да, это крепежный момент Для крепления сзади на монитор И вот, в принципе, для этого нам и нужен Вот этот вот короткий кабель Удобно Вот два LAN-порта Задачивают меня Зачем они нужны И для чего нужны Вот эти вот SATA разъемчики Слушайте, а давайте его разберем все-таки Посмотрим, что там внутри Закручен он обыкновенными винтами Такими, как на ноутбуке Откровенно говоря Такие раньше уже видел И разбирается он достаточно легко Кстати, ножки съемные Вместе с винтиками Так, четыре винтика открутили Момент истины И тадам Тадам-тадам Тадам-тадам Так, у нас есть M.2 SSD на 512 гигабайт Система охлаждения внизу под платой Что у нас здесь еще есть? Есть у нас планка памяти АЗВ на 8 гигабайт DDR3L Тоже, в принципе, неплохо Как для мини-компьютера И вот есть у нас SSD Вот такая вот штука То есть толку, что мы ее включим И что мы будем с ней делать То есть сюда мы можем с вами разместить Еще один SSD диск, как минимум С помощью такого переходничка Просто на залом Куда-нибудь на излом Можем его здесь разместить В принципе, здесь места достаточно Хотя это просто подразумевает Наверное, просто сюда положить Я пока не понимаю Но это уже очень интересно Давайте пойдем немножечко дальше Все-таки хочется увидеть систему охлаждения Насколько он крут Или не крут Кстати, вот эта штучка питания SATA Вот включается сюда на плату То есть у вас есть дополнительное SATA питание То есть да, сюда можно положить еще один SSD Так, вроде бы мы все открутили Слушайте, ну плата вытаскивается достаточно просто Ага, да Ребят, у нас активное охлаждение Это полноценное ноутбучное охлаждение То есть здесь стоит турбина С достаточно мощным металлическим, вернее, медной пластиной От которой идет теплоотвод И есть батарейка Ноутбучная компоновка больше Попробуем с вами его теперь в работе Но мне пока что очень нравится Редко мне нравятся так продукты Как вот, например, этот Поехали его соберем обратно И вы знаете, только сейчас Собирая сам мини-компьютер Я его уже собрал, в принципе И я заметил на задней крышке вот такую штуку Слушайте, ну получается это крайне удобно То есть вы можете сюда прикрутить Ваш SSD Вообще не так Вот так вот, скорее всего, да Вот так вот вы прикручиваете ваш SSD И просто-напросто прикручиваете потом Сюда крышечку Давайте вообще сразу прикрутим этот самый SSD Благо в комплекте есть все крепежные материалы Не часто встретишь такое отношение Когда крепежные материалы сразу ложат в комплект к компьютеру По крайней мере к мини-компьютеру Но главное, перед тем, как его прикрутить Нужно правильно выставить сторону Для этого нам нужно сначала вставить наши разъемы Чтобы понимать, какой стороной прикручивать Ага, вот, все Теперь это все правильно И должен быть он у нас прикручен вот таким вот образом Прикрутим мы сюда кудрем Ну, во-первых, мы сначала включим это все в это дело А вставим потом уже, когда будем закручивать Достаточно длинные переходники Нормально будут работать То есть, закручиваться тоже будет нормально Я вставлю заранее О! Все супер, слушайте Сейчас наживлю SSD Для того, чтобы она у нас просто не выпадала и не телепалась Потому что она здесь стоять постоянно не будет Это у меня SSD с моего роутера Все, в принципе, можно уже собирать Так, SATA включен SATA включен Все нормально Он гнется Класс! Все закрутили Берем наш блок питания Кабель HDMI И поехали обозревать и тестировать Начнем мы, наверное, с вами с BIOS Сразу при включении он включился И нам необходимо понимать Насколько полноценный это вообще получился компьютер Итак, BIOS Information American Megatrends Ну, в принципе, тут ничего интересного BIOS Version Это 0.13x64 64-битный У нас, конечно же, нет с вами цели Разбирать все эти настройки Но вот быстро пробегусь Что у нас есть конфигурация CPU Есть у нас и управление ACPI И различные настройки Smart И настройки серийных портов Короче, SATA конфигурация Температурные режимы Блин, ребят, очень круто То есть это абсолютно полноценный компьютер Если кому интересно Есть ли возможность установить На этот мини-компьютер Полноценный какой-нибудь Linux Или дополнительную систему То да, она есть Здесь есть UEFI И вы можете выбирать даже загрузку Допустим, с USB флешки И с Network UEFI И вот с USB hard диска Все, что хотите Короче, супер полноценный У нас BIOS У нас есть и конфигурация чипсетов Конфигурация памяти Слушайте, крутой BIOS на самом деле Он очень расширенный Не буду на нем долго останавливаться Только он Моя цель была только лишь показать Что да, это полноценный компьютер Да, вы можете установить Дополнительную операционную систему Типа Linux Да, вот здесь можно сделать все Короче, поехали с вами дальше Потому что нам нужно с вами смотреть Возможности этого компьютера И много чего интересного Итак, наш L55 загрузился Вы увидите, что это стандартный Windows 10 интерфейс Это, в принципе, и есть Windows 10 Давайте для начала посмотрим с вами Что нам там скармливает Какие характеристики скармливает нам Windows Посмотрим диспетчер устройств Итак, это L55 Мы это уже видели Intel Core i3 5005U Это мобильная версия Intel Core i3 До 2 ГГц 8 ГБ оперативной памяти DDR3 Кстати, это Windows полноценная Она активирована Это лицензионная Windows 10 Домашняя У нас стоит Intel HD Graphics 5500 Это интегрированная видеосистема Не скажу, что она супер игровая Вообще никакая, если честно В плане тяжелых игр Но вот во многие игры мы с вами все равно сможем поиграть И в какие разберемся Дисковое устройство У нас стоит АЗВ 512 ГБ И стоит тот Goodran, который мы с вами поставили на 240 ГБ В процессоре видим 4 ядра Больше здесь нечего ловить Здесь, в принципе, не 4 ядра Здесь 2 ядра на 4 потока Поэтому закрываем В принципе, здесь нам все понятно Также хочется оценить производительность Того SSD на 512 ГБ Который ставит АЗВ То есть тот же самый Belling Для того, чтобы понять, насколько быстрый этот самый SSD Стартанем Итак, у нас достаточно неплохие Я вам скажу по рынку показатели скорости чтения записи Прямая последовательная скорость чтения Это 518 МБ в секунду Записи 461 Рандомная 78 на 47 Ну, действительно неплохо, да И прямая выборочная у нас 453 на 90 Это неплохой SSD Короче, скажу я вам, неплохая конфигурация складывается Но нам нужно с вами действительно оценить Что же он может по быстродействию Итак Мы начнем с браузинга С оценки самого браузинга И откроем с вами как можно большое количество страниц Для того, чтобы понимать Сколько он страниц вообще выдержит Хотя на 8 ГБ и с Core i3 процессором Пусть даже и мобильным Я думаю, у нас проблем не возникнет Идем сразу с вами в YouTube Запустим какой-нибудь ролик Ну, кстати, ролик запустился отлично Вообще, YouTube работает просто здесь шикарно Никаких у меня вопросов, нареканий нет Ничего не тормозит Он отрабатывает в 60 FPS Кстати, можем развернуть на полный экран Вот, пожалуйста Поэтому у нас никаких вот замечаний По воспроизведению YouTube На данном устройстве вообще нет К тому же, 60 FPS Это достаточно тяжелые видео для воспроизведения Но мы пойдем дальше Мы с вами проверим сразу 4К В этом самом YouTube Скажу вам так Что 4К, скорее всего Вот, ну, есть у меня сомнения Вот, Sony тестовый ролик Поехали Он играет сейчас в Full HD качестве Конечно же, это просто прекрасно Все мы понимаем, что компьютеры в Full HD Это вот идеально работающие моменты Но что касается 2К Хотя нет, сейчас он играет в 2К качестве Блин, он играет отлично Но именно 2К Почему 2К, не знаю Давайте 4К, скорее всего 4К Он просто-напросто не вытянет Кстати, работает он сейчас на Wi-Fi У нас есть буферизация, все нормально Но, к сожалению, у нас с вами вот Он протормаживает И это вот вопросы к самим компьютерам Не на всех компьютерах Вернее, на самых мощных компьютерах С какими дискретными видеокартами Можно хорошо посмотреть 4К YouTube К сожалению, на более слабых компьютерах Это невозможно Давайте переключимся обратно на 2К И все у нас заработало просто отлично Поэтому компьютер подходит идеально для 2К YouTube И это уже неплохо Скажу больше, это очень даже хорошо Выйдем сюда Пусть это 2К воспроизводится А мы с вами побраузим еще дополнительно Откроем почту Откроем, например, еще OLX Откроем какой-нибудь сайт с новостями Давайте откроем еще соцсети Откроем еще один YouTube Запустим тут еще один ролик Реклама начнется через 3, 2, 1 Слушайте, обратный отчет рекламы появился на YouTube? Не видел Вот, пожалуйста, мой ролик идет Идет Google Chrome, у нас куча вкладок Давайте еще открывать Мне прям вот аж хочется засрать его весь вкладками И посмотреть, как он вытянет Или не знаю, как это будет Давайте Алиэкспресс откроем Давайте откроем Gearbest Ну, как бы вообще-то с 8 гигами Да и с корой третьим Я не вижу вопросов Вот 4PDA откроем И не вижу препятствий для того, чтобы Не работал этот компьютер в достаточно хорошем режиме То есть он у нас открывается Этот браузер открывается, закрывается Никаких вопросов у нас действительно нет Давайте продолжать загонять туда ссылки различные Давайте там какие-то High News еще Давайте еще Planet Auto Postnauka Короче, у нас уже тут вкладок появилось И все они переключаются отлично У нас Flash работает на страницах Да, там у нас работает одновременно Мой YouTube Вот я проигрываю У нас работает Facebook Ну, насколько он работает Я не заходил в него Давайте попробуем зайти Вот, зашли мы и в Facebook Еще у нас здесь есть новости Тоже со скроллингом Есть OLX Зашли мы тоже И почта у нас есть Почта при этом читается Все отлично работает И еще воспроизводится 2К ролик Вот здесь вот в фоне Да, 2К Поэтому я вам скажу Что вот по браузингу По YouTube По онлайн контенту У нас здесь вообще вопросов нет То есть мы сможем здесь смотреть Вот как многие любят там А, я люблю смотреть на сайтах HD-резку Да бога ради Смотрите Этот компьютер потянет все что угодно Поэтому Ну, никаких вопросов я здесь не вижу Давайте попробуем Раз уж вы так часто спрашиваете Как там смотреть онлайн кино Давайте попробуем онлайн фильмы какие-нибудь Та же самая HD-резка Да, вот мы начнем просмотр Посмотрим Пошла реклама Пока реклама идет Скажу вам по секрету Что очень круто Очень тихо работает система охлаждения То есть такая полноценная ноутбучная система охлаждения При этом она активная В том плане, что она работает быстрее или медленнее В зависимости от нагрева процессора Да и самого бокса в целом А это вот такое вот классное решение Так, включим Full HD онлайн И развернем на весь экран И посмотрим как работает фильм на HD-резке Работает он отлично При этом учитываем Что у нас там в фоне еще проигрывается 2К YouTube Мой ролик на 60 FPS И это кстати нагрузочка достаточно серьезная Плюс там еще куча вкладок При этом достаточно мультимедийных На том же Алиэкспресс и Flash Да, там гуляют эти все вкладочки Вернее картинки летают И плюс мы смотрим еще и Full HD фильм на HD-резке Так что вот такая штука Пока что мне нравится Мне нравится именно для мультимедия Для браузинга Для... даже для некоторых игр В общем Мы по браузингу с вами разобрались Идеальная штукенция для браузинга Для мультимедия Мы его закрываем этот браузер нафиг И будем тестировать дальше Для работы Для тех, кто использует этот самый компьютер Может планируют использовать для работы Но Word Давайте включим Word Я установил сюда Office 19 И скажу сразу Он у меня не активирован Вы для себя должны сами решить вопрос То есть ВНД здесь активировано А Office нет Офис работает просто идеальнейше Вот сегодня повторяю очень много слова Идеально Потому что это в принципе так и есть Никаких вопросов у вас с редактированием Даже самых тяжелых документов Просто-напросто не будет Мы можем сейчас это все дело скопировать И сделать вот так вот И вставлять до не пойми какого числа этих страниц Вот мы на вставляли уже на 47 листов И все это работает так же как и было То есть вот PageUp, PageDown Я кстати использую вот такую вот клавиатуру И очень удобно мне так работать именно с этим мини-компьютером Если его еще использовать на большом телевизоре Она дистанционная И плюс есть еще и мышь у нас в комплекте к ней Слушайте, ну супер Поэтому мы Word закрываем Давайте если хотите я покажу еще как работает Excel Мы заполним какую-нибудь огромную таблицу Сейчас растянем ее И посмотрим насколько нам врет эта таблица Нет, на самом деле все здесь Все здесь очень даже приятно и хорошо Вот мы сейчас с вами какое-нибудь слово напечатаем И растянем его там до каких-нибудь небес И посмотрим на быстродействие компьютера Упадет оно или нет Вот кстати работа с большими таблицами С большими массивами данными Отображает насколько хорошо или плохо справляется процессор с нагрузкой Потому что именно процессор в данном случае у нас Самый-самый важный компонент Так как это все-таки система с интегрированным видеочипом Ну и 541 столбец и поехали Затянем эту таблицу на пару тысяч строк И посмотрим вообще зависнет он, не зависнет Как он вообще переживет это все действие Уже там пять тысяч строк, шесть тысяч строк Он листает пока что вообще бодренько, шустренько Я вообще не знаю какие нужны страницы И какие нужны листы там по 150 миллионов строк Я конечно шучу, чтобы это все загрузить Оп и все заполнилось идеально При этом ну сейчас мы полистаем вверх Он не протормаживает, он просто-напросто переключает страницы Ну просто не видно, они все одинаковые Слушайте, ну супер, супер, просто-напросто супер Огромная таблица у нас получилась Я конечно разошелся на 10 тысяч строк Ребят, тоже с Excel у нас проблем нет Кстати, Microsoft Office 19 оставил Для того, чтобы вот именно понимать Насколько он годится для последних продуктов Потому что если покупать уже мини-компьютер в 2019 году К тому же новинку Мы должны быть уверены, что он потянет Именно новинки в программном обеспечении Не буду сохранять книгу Все с ней хорошо Давайте с вами тестировать сетевые возможности Этого Smart TV Box Во-первых, мне нужно понимать Работают ли два LAN порта Будем использовать спид-тест Выберем прямого провайдера Для того, чтобы понимать именно возможности самих портов И насколько он воспримет информацию из сети Поехали LAN RG45 Это первый LAN RG45 Ну блин, ребят Вот, вот, ну отлично просто Вот почти 800 мегабайт 780 вот стабильных на загрузку 800 Вот 806 мегабайт на загрузку И 880 на выгрузку Блин, круто, нереально круто Давайте пробовать LAN порт 2 Для чего он вообще нужен И работает ли он Все, воткнули LAN порт 2 Обратно меняем на локального провайдера И поехали LAN порт 2 протестируем Результаты те же самые Поэтому вот это вот два полноценных LAN порта В принципе, это удобно Когда у вас есть две линии интернета Одна гаснет, и вторая не гаснет Это вот для бизнес-решений Когда у вас на компьютере заведена какая-нибудь задача Которая требует постоянного интернета Это очень хорошо использовать Например, в каком-нибудь бизнес-решении Вот типа вот у нас есть новая почта Огромная компания Там бы такие компы пошли бы очень хорошо То есть ввели не интернет, а ввели И провис у вас интернет, не провис Пофигу, он подхватит следующий Поэтому, ребят, реализация очень крутая Давайте пробовать с вами Wi-Fi погонять Я выткнул LAN Сейчас у нас завелся Wi-Fi Поехали начать Это 5 гигагерц И вы знаете, 5 гигагерц показывает неплохие 260 мегабит на загрузку Упал до 236 Короче, 240 мегабит на загрузку И 262 на выгрузку Вот не каждый смарт-иви-бокс так сможет Хотя смарт-иви-боксы, конечно, поинтереснее А это значит, что здесь Wi-Fi 2 на 2 И, кстати, там, когда я его разбирал, там две антенны Две антенны попрошу заметить, поэтому здесь MAMO стоит И давайте попробуем с вами подключить 2.4 Я его еще не включал, скажу вам честно Но очень интересно, как сработает здесь 2.4 гигагерца Wi-Fi Потому что не у всех есть роутеры типа моего EC18 TENDA С гигабитным интернетом Но вот стоп-стоп-стоп Нам нужно поменять провайдера Пробуем локального провайдера Нажимаем начать Поехали Ну, неплохо 2.4, вот 40 мегабит, даже больше Это очень даже неплохо 50 50, ребят, он радует 50, почти 3 мегабита на загрузку И 43 на выгрузку Отличный результат для 2.4 Для мини-компьютера Ну, у меня вопросов вообще нет Включу обратно LAN RG45 Уж очень мне это понравилось Теперь, нас интересуют еще мультимедийные возможности Если мы с вами YouTube видели в браузерном варианте То, поверьте, Windows боксы способны нечто больше Чем просто YouTube и HD-резка на том же самом Google Chrome Во-первых, HD-резка на Google Chrome это извращение Потому что в самом Windows есть крутой FS клиент в маркете Кстати, у нас есть обзор на канале Ссылку кину под видео Смотрите Очень круто Вы можете смотреть все новинки прямо в приложении И не нужно никуда бегать FS клиент Мы с вами попробуем воспроизвести фильм из FS клиента Какой-нибудь самый последний Это, кстати, позволяет превратить ваш компьютер Именно в мультимедийную станцию Для просмотра фильмов Давайте вот Капитан Марвел Попробуем найти с вами дублированный iTunes 1080 Найдем во всех источниках Вот есть, кстати, на той же С тем же переводом HD-резка студию 1080 Поехали, проиграем Очень редко кто использует 4К и 2К мониторы Они вообще-то в компьютерном варианте так и идут 2К дробь 4К Не знаю почему Но вот для 2К монитора он тоже отличную производительность имеет И 2К контент он воспроизводить сможет вообще без проблем В принципе, и 4К контент офлайн он тоже может воспроизводить Но вот фильм онлайн у нас идет сейчас шикарно Мы будем выключать FS-клиент у нас пошел отлично Можем попробовать еще какой-нибудь фильм Вот так вот на вскидку давайте Murder Mystery Загадочное убийство Кстати, крутой тоже фильм Смотрел комедия шикарная Посмотрим, что у нас есть там в файлах Во всех источниках Есть вот он тоже в дубляже на 1080p Поехали, глянем И с такой скоростью интернета он запустился практически мгновенно Супер, ребят Супер, FS-клиент заработал Вот это в принципе для меня было главное Но это еще не все Также здесь работает Netflix Netflix-клиент загружается тоже из простого Windows Store Тоже можете загружать, пользоваться Если у вас есть этот самый аккаунт Netflix И вы как бы им пользуетесь Я им пользуюсь с удовольствием Очень много русскоязычных фильмов Или англоязычные фильмы в оригинальных дорожках С русскими субтитрами Вот, кстати, фильм начал проигрываться в Full HD качестве Поэтому давайте перемотаем сразу куда-нибудь Вот где у нас посветлее сцены есть Какой-то темный фильм вообще Слушайте, перематывает вообще мгновенно Заметьте, вот без монтажа, без ничего Нажимаю, перемотка мгновенная Очень-очень хорошая скорость интернет Вот все работает супер Красивая картинка, все отлично Клиент у нас работает супер Давайте развернем на весь экран Сейчас скроются элементы управления Класс! Вы можете это использовать тоже как мультимедийную станцию То есть вы можете купить ее как Smart TV Box И просто использовать как простой Достаточно неплохой компьютер для развлечений И, в принципе, как для работы Давайте закрываем Netflix Все тоже действительно достойно Но что мы можем здесь еще делать? Мы можем здесь с вами смотреть IPTV телевидение Например, использовать Kodi Которые я, кстати, достаточно сильно люблю Если вам нужен автофреймрейт То Kodi это именно такой вот вариант для автофреймрейт Вы можете смотреть фильмы через Kodi С автоматическим переключением частоты вашего телевизора Включается это все в плеер Вот, пожалуйста Здесь эта опция включается Поэтому, блин, ребят Все реализуемо Автофреймрейт на данном мини-компьютере Реализуется через Kodi Просто вообще без проблем Но цель моего Коди здесь сейчас не такова Посмотреть именно IPTV телевидение Вот у меня Ой, Brothers О, спалился, спалился Brothers TV Europe смотрел Animal Planets Включил случайно Babes TV Извините, замылено Но там много... Что ты будешь делать? Не-не-не-не-не-не-не-не-не Нельзя Нельзя-нельзя Давайте Animal Planets Лучше включим Интереснее передачка Вы знаете, IPTV работает просто идеальнейше, вот идеально. HD-каналы воспроизводятся через этот самый кодис, просто шикарно. Сейчас я посмотрю все каналы, которые у меня есть. Давайте вон, Болливуд HD, обожаю индийское кино. Болливуд HD тоже заработал просто круто, вот круто. А если вам хочется посмотреть какие-то новинки с торрентов, то, в принципе, в том же самом коде вы можете найти аддон Кинотренд. Это тоже невероятно круто, у нас видео по Кинотренду есть на канале. Там, кстати, кроме обзора самого Кинотренда на Android, у нас там есть еще и установка этого плагина в коде для Windows. Давайте выберем любой фильм. У нас сейчас это все будет воспроизводиться через плагин TorServe. Это торренты онлайн, то есть вы сможете смотреть торренты онлайн на вот этом самом L55. Давайте, вот там Белый Парень Рик, как его зовут? А, Белый Парень Рик. Короче, включаем, давайте выберем там, ага, лицензия. Тут мало раздающих вообще, поэтому нам нужно что-то найти. Там, где много раздающих. Хроники хищных городов. Ну, здесь раздающих только вот на 17,5 гигабайт фильм. Давайте его запустим и посмотрим, как он воспроизводит торрент в 17 гигабайт онлайн. Пошла загрузочка, вот пошел фильм. Но скажу вам сразу, что декодирование H.265 кодека у данного мини-компьютера нет аппаратного нормального декодирования. Дело в том, что если вы смотрели мои ранние обзоры, допустим, того же Minix Neo Z83-4, то вы должны знать, что для того, чтобы декодировать нормально аппаратно H.265 кодек, нужна либо дискретная крутая видеокарта, а на встроенных видеокартах это должна быть серия, как минимум Intel HD Graphics 7 серия. А это уже, поверьте, системы такие намного-намного подороже. Но 264 кодек, она декодирует просто шикарно. Вы можете спокойненько качать фильмы, HD-рипы, Blu-ray-дескрипы в каком-нибудь Full HD-качестве на H.264 кодеке и просматривать фильмы без проблем. Вот сейчас у нас пошло воспроизведение хроники хищных городов, мы с вами включили. Все работает отлично, то есть небольшие торренты. Большие торренты зачастую будут закодированы именно H.265, большие торренты посмотреть не удастся, но вот торренты такого какого-нибудь среднего размера в нормальном кодеке, в принципе, можно подбирать. Ну, все это работает просто идеально. Поэтому выходим, с торрентами у нас тоже все понятно через коди. И, кстати, через тот же коди вы можете смотреть плагин YouTube, если вам так удобней. Для того, чтобы не смотреть это все на том же браузере. Вот мы сейчас 4К с вами выберем и потестируем, насколько он работает с 2К и 4К. Ну, 2К мы с вами определились уже, все работает отлично. Выберем Косту Рику. И то, что я и говорил, что 4К он нормально декодировать не будет. Поэтому вам однозначно нужно выбирать качество 2К. Поэтому в настройки аддона я поставлю 1440p максимально, я не знаю, попробуем сейчас Косту Рику запустить. И вот, да, на 2К качестве у нас все пошло идеально. Поэтому мы с вами понимаем, что вот компьютеры это, конечно, 2К. 2К это максимально хорошо декодируемый YouTube, максимально хорошо декодируемое видео. Вот как-то так. Поэтому выходим уже из коди. Мы с вами понимаем, что мультимедийные возможности у этого мини-компьютера L55 на высоте, поверьте. Ну и мультимедийные возможности нам осталось с вами проверить на тестовых роликах. Где моя папка тест? Вот она, моя папка тест. Давайте запустим 4К Cars & Chips. Мы понимаем, что 4К в нормальном кодеке VESH 264 воспроизводится этим самым L55. Просто идеально. Это достаточно тяжелый ролик даже для некоторых смарт-ТВ-боксов. Хотя смарт-ТВ-боксы с аппаратным декодированным 4К имеют больше возможности воспроизведения именно такого разрешения контента. А вот мини-компьютер, пожалуйста, он тоже воспроизводит 4К. Но если мы с вами возьмемся в Jellyfish 400 Mbps на H265 кодеке, то мы его нормально не воспроизведем. Это будут сплошные фрезы, потому что аппаратного декодирования H265 протокола нет. И каким бы мы плеером не выбирали, вот, пожалуйста, мы можем выбрать с вами медиаплеер Classic. Мы получим такую же ситуацию. Но как только мы с вами выберем 4К Ultra HD H264, то у нас ситуация абсолютно другая. У нас все работает сразу же идеально. Поэтому нам 4К фильмы тоже мы можем смотреть, которые скачаны именно на самый жесткий диск. И эти фильмы я закачал специально, чтобы с вами проверить. То есть мы с вами поняли, да, 4К Carson Chips играет. Jellyfish 250 Mbps у нас завелось без проблем. У нас есть закаченные на торрентах пару фильмов. И сейчас мы тоже их с вами проверим. Обязательно. Вот, пожалуйста, World War Z я качал 1080p. Куда ты разворачиваешься? Вот, 1080p Blu-ray диск с DTS X264 кодек. И он, само собой, будет воспроизводиться просто идеально. Он, наверное, перематывается. Никаких фрезов, тормозов нет. Вы можете играть либо через коди с AutoFrameRate, либо просто через Windows Media Player. Если вы смотрите на мониторе без поддержки 24 Гц, тоже это будет все хорошо работать. И мы переходим с вами к оценке игровых возможностей. Насчет PUBG. Поиграть здесь в PUBG нельзя. Для этого нужна дискретная видеокарта. Играть хочу начать с Hearthstone, потому что это моя любимая игра. Все-таки люблю карты покидать по утрам. Вы знаете, скорость анимации действительно на высоте. Поехали. Как раз начало месяца сейчас. Рейтинговый бой быстренько сольем. Кстати, попрошу заметить. Действительно неплохо отображается анимация. Неплохо работает сам по себе Hearthstone. У нас все-все-все работает просто отлично. Поэтому на этом можно действительно играть в Hearthstone без проблем. Что касаемо World of Tanks Blitz, то мы вот стартанули. И у нас сейчас вот на максимуме 43-46 FPS у нас стоят максимальные настройки. Абсолютно максимальные. С травой, с тенями. И все у нас на самом деле хорошо. Играть здесь в это очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Вода здесь, кстати, отображается неплохо. Вода, поэтому здесь и пониже FPS. Если бы не было воды, то было бы еще и 60 FPS. Хотя вот в режиме прицеливания мы достигли 60 FPS без каких-либо проблем. Короче, слили меня в World of Tanks Blitz. Но в World of Tanks Blitz тоже можно без проблем наиграть. Что касаемо StarCraft 2, то поиграть, да, можно. Но это 720p разрешение, могу вам сказать сразу. Поэтому, вот, если вы хотите получить супер играбельный какой-то вот геймплей в StarCraft 2, то это будет нереально. Поэтому вам следует это учитывать. Но если вам просто вот погонять в StarCraft 2, то действительно это можно организовать. И, кстати, работать-то без тормозов, без фризов, без чего-либо еще. Но также хочу предупредить, что если вы включите здесь Full HD уже разрешение, то будет совсем другая ситуация. И ситуация будет, откровенно говоря, не ахти какая хорошая. Но все-таки обожаю StarCraft 2. Вот, скажу честно, играл долго. Много всего прошел, очень много прошел компаний. И поэтому всем советую. Он стоит тех денег, которые на него стоит потратить. И, кстати, конечно, можно попробовать скачать что-то на торрентах. Но, поверьте, это далеко не то. Играть онлайн, это совсем другие фишки. Короче, по StarCraft 2 мы вопрос с вами закрываем. Поэтому выходим. Diablo, в принципе, такая же ситуация будет, как и со StarCraft 2. То есть вам нужно будет играть в HD-разрешение, геймплей, так себе. Но, в принципе, в это тоже можно будет поиграть. Что касаемо игр, которые оптимизированы из Microsoft Store, то идут они все на ура. И в основном они все и рассчитаны на такие компьютеры, типа, со встроенной графикой и нечто подобное. В частности, вот, например, Операция Снайпер. И таких игр там, ну, огромное количество, тысячи, можно сказать. Вот одна из таких игр. Сейчас мы его в голову тут пришарабаним, если попадем, конечно. Пам! Есть, красота. Так что здесь тоже играть самое-самое-самое, но, но вот именно в такие игры. Я не скажу, что вы там сможете играть в Firecry 5, в GTA 5. Нет, это совсем для другого, для других целей компьютер. И, в принципе, для других целей вообще он изначально создавался. Но то, что здесь можно поиграть в различные игры, то это действительно бонус. На этом можно хорошо смотреть кино, на этом можно хорошо играть. И на этом можно хорошо проигрывать мультимедийный контент. Так что, то же самое касается и Asphalt 8 и подобных игр. Они просто работают. Кстати, очень удобно использовать такую маленькую клавиатуру. Она работает здесь и как геймпад. И максимальные настройки в Asphalt 8 тоже включены. Поэтому поехали, погоняем. Слушайте, работает-то действительно круто. Вот, в принципе, если сравнивать с играми для ТВ-бокса, то, поверьте, здесь функционала намного больше, чем в обыкновенных Android ТВ-боксах. Потому что в Microsoft Store игр действительно крутых достаточно много и с нативным управлением. То есть вам не нужно морочиться с геймпадом. Вы подключили клавиатуру, подключили геймпад. Вы подключили клавиатуру, подключили мышь. И все. И вы просто играете. Вау, как я и ха. Круто, 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 круто. Ну и, конечно же, я обещал показать вам World of Tanks полноценный. Насколько здесь можно поиграть. Давайте я сейчас выберу какой-нибудь танчик повеселее. У меня такая есть вот дурочка. Как я ее называю. Нажмем в бой. Как я и говорил, танки заработали. Но это низкие настройки. То есть на низких в танках поиграть очень даже можно. FPS у нас 37, 36. И это вполне играбельно. Поэтому не скажу, что вот в танке все очень плохо. Нет, на самом деле все достаточно хорошо. Учитывая, что здесь интегрированная видеокарта. Это не дискретная видеокарта. Оу, вот это меня прошиб кто-то тут. Т-67 какой-то. Красавчик издалека такой. Короче, с World of Tanks, я думаю, вам тоже все понятно. На минималочках в этом можно даже очень неплохо играть. Прощай, не запущу Half-Life 2. Вот, обожаю в эту игру играть. Здесь я в нее, наверное, присяду надолго. То, что в играх такого жанра, как Half-Life 2, у вас не будет проблем. Это вообще не обсуждается. Потому что это достаточно старые игры. На этом, кстати, вы сможете, например, поиграть в Time Shift 2007 года. И это одна из моих самых-самых любимых игр. И там, кстати, достаточно серьезная графичка на тот момент была. Поэтому поиграть вы в очень многие игры на этом мини-компьютере сможете. Никаких проблем у вас не возникнет. То, что здесь Half-Life работает идеально, тоже удивляться не стоит. Потому что все-таки Intel HD Graphic 5500 это не совсем уж такое мега дно. Оу, что ты мне тут показываешь? Это все некрасиво. Поэтому буду переходить, наверное, резюмировать. Достаточно много мы с вами увидели на этом мини-компьютере. Да и сам по себе мини-компьютер достаточно интересный. Нет у меня таких вот отрицательных каких-то замечаний, на которые стоило бы обратить внимание. Ну что ж, перейдем про измеры. Ребят, поиграли. Посмотрели кино. Поработали в Microsoft Office. Загрузить его реально очень тяжело. Хороший браузинг. Мощный браузинг. Вы можете браузить без проблем. При этом еще и просматривая какие-то фильмы, просматривая YouTube 2K, играя в игры. Действительно, это хорошее решение для дома, для работы. Для работы с какими-то тяжелыми файлами рабочими, именно таблицами. Для работы с базами данными, для программирования, для обучения. Слушайте, ребят, отличный мини-компьютер. Отличная комплектация. Отличная реализация установки второго SSD диска. У меня очень много положительных эмоций. Как вывод, канал TechnoZone рекомендует данный BeLink L55. И у нас действительно нет на него никаких минусов. Как компьютер, за его цену и в его комплектации, он просто идеальное устройство. Так что, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале TechnoZone. Пока, ребят.